Максим Кембель Мы сделали хороший ремонт раз нашего памятника Что еще обсуждали? Плюс к цене билета Бобруйский подорожала стоимость проезда в общественном транспорте Во сколько обойдется квиток на месяц Проездной в автобусе составляет сейчас 36 рублей 67 копеек Праздник без антисюрпризов Спасатели напомнят всем горожанам непосредственно о опасностях зимнего периода В Беларуси стартовала предновогодняя акция «В чем ее суть?» А также рабочее совещание, мониторинг магазинов и поиск очевидцев ГАИ ищет свидетелей аварии. Какой? Новый председатель, итоги работы и планы на будущее В Бобруйске прошла отчетно-выборная конференция организации ветеранов войны в Афганистане Почему власть всегда поддерживает воинов-интернационалистов И в чем особенность этой организации? Все подробности в следующем материале Отчетно-выборная конференция прошла в минувшую пятницу 4 числа Место проведения весьма символичное Бывший городской дом офицеров В аудитории ветераны войны в Афганистане Рядовые сержанты, прапорщики, офицеры На повестке ряд важных организационных вопросов В первую очередь выборы нового председателя организации Первым словом взял нынешний глава о сделанном и планах на будущее В нашей работе за черный период нам отдалось оказать практическую помощь многим членам нашей организации Думаю, сегодня нет такого члена организации, который бы сомневался в необходимости ее существования и работы Многие здесь присутствующие на себе ощутили практическую помощь от нашей организации Огромное внимание уделяется работе с подрастающим поколением Школьники, студенты всегда с большим желанием слушают реальные истории той интернациональной войны Также организация постоянно находится в тесном диалоге с местной властью Начиная от глав администрации, заканчивая мэром города Александр Судни во время своего выступления отметил Совместная работа всегда приносит свои плоды Мы достаточно много и в этом году сделали И предложения, которые были, мы всегда рассматриваем и принимаем Я считаю, что тоже в этом году мы сделали хороший ремонт Ремонт, раз, нашего памятника, второе, мы все-таки где-то и увековечили Определенными фотографиями и лицами, которые сегодня здесь на нашем памятнике Это тоже главный аспект Вернемся к выбору нового председателя организации На голосование была выдвинута единственная кандидатура Сергей Языков Прошу голосовать, кто за? Единогласно Выбор объясняется очень просто Сергей Языков принимал участие в боевых действиях в Афганистане и Грузии После служил во внутренней разведке Возглавлял первичную организацию Ленинского района И был заместителем Валерия Лебединга Который спустя 15 лет покидает свой пост Ну вот официальная часть позади Теперь очередь неофициальной и весьма приятной Вручая награду, Александр Студнев подчеркивает Валерий Лебединга – это человек, который по-хорошему болел этой организацией Отдавая всего себя проблемам своих боевых братьев Спасибо вам за это единство Спасибо за то, что вы на самом деле сохранили коллектив И уверен, что именно вот эта награда Это блударственное письмо за работу За вашу инициативу К слову, Валерий Лебединга не покидает организацию Он продолжит в ней работать В Беларуси выздоровели выписанные 126 084 пациента с COVID-19 Зафиксированы 148 953 человека с положительным тестом на коронавирус Всего проведено 3 449 89 исследований Такие данные приводит Минздрав Выплачивать ковидные надбавки белорусским врачам будут до окончания эпидемии Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пеневич По его словам, этот вопрос приоритетный Вместе с обеспечением медучреждений, лекарствами и средствами индивидуальной защиты СИЗа в стране хватает в полном объеме Более того, сформирован их запас примерно на месяц Несмотря на достаточно интенсивную работу медиков Первый прыжок – мониторинг цен и детские утренники Стало известно, отменят ли праздники в детских садах и школах Так что в итоге? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Александр Лукашенко собрал совещание по работе экономики в нынешнем году В центре внимания также проекты прогнозных документов По мнению президента, уходящий 2020-й стал одним из самых сложных за минувшее десятилетие Хуже сработала промышленность, снизились инвестиции На 15% просел экспорт В то же время Александр Лукашенко обратил внимание Ключевая задача достигнута Сохранена финансовая стабильность в банковской сфере на валютном рынке Предпраздничный мониторинг цен начало Министерство антимонопольного регулирования и торговли Особое внимание ассортименту и стоимости социально значимых товаров Это молоко, мясо, крупы, масло и другие продукты, которые пользуются повышенным спросом накануне Рождества и Нового года В поле зрения попадут все магазины страны Если будут ценовые перекосы, март готов оперативно принимать меры ГАИ усилит профилактику аварий с участием пешеходов В стране стартует специальный комплекс мероприятий по предупреждению ДТП Сотрудники ГАИ будут выявлять и пресекать нарушения правил проезда переходов А также не допускать нарушения ПДД пешеходами, в том числе нетрезвыми Работа продлится до 17 декабря Стало известно, отменят ли новогодние праздники в детских садах и школах Концерты и утренники пройдут, как и планировалось Но с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм Во время проведения новогодних праздников Особенному риску подвергаются детские интернатные учреждения Сейчас посторонним вход туда запрещен В связи с этим, тем, кто хочет поздравить малышей Рекомендовано передавать подарки через руководство К первому прыжку с парашютом готовятся новобранцы-десантники На тренировочных комплексах вчерашние призывники Отрабатывают действия в различных погодных условиях и внештатных ситуациях Занимаются солдатами только самые опытные офицеры У которых за плечами сотни прыжков Стали очистым происшествия, бьетесь над решением новолевшей проблемы Есть эксклюзив Корреспонденты Бобрусь-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас Телефон горячей линии на ваших экранах Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП, как сообщается, произошло 25 ноября Около шести вечера на перекрестке Советской и Карла Липнихта На пешеходном переходе Сиад Ибица сбил человека В результате дорожно-транспортного Женщине были причинены телесные повреждения Людям, которым известны обстоятельства аварии Сотрудники ГАИ просят позвонить по телефону 71-55-55 или 59-01-99 На выходных в Бобруське подорожал проезд в общественном транспорте Городского и пригородного назначения Изменения в цене составили чуть более 16% или 10 копеек Вместо 60 теперь придется отдавать 70 копеек В пригородном сообщении подорожал на 1 копейку на 1 километр пробега Проездной в автобусе составляет сейчас 34 рублей 67 копеек Проездной на оба вида транспорта теперь обойдется в 41 рубль 16 копеек Подорожает ли вслед за общественным и коммерческий транспорт пока неизвестно В этом случае решение за перевозчиками Чтобы рождественские и новогодние праздники не были омрачены В стране стартовала республиканская акция МЧС «Безопасный Новый год» Пройдет она в 4 этапа мероприятия на любой вкус Рекламная кампания «Полный отрыв», лучший видеоролик «Безопасный Новый год», онлайн-викторина «Кто хочет стать гением безопасности», шествие и поздравления Дедов Морозов, спасателей и многое другое Изюмикой станет конкурс «Новогодний дизайн» от МЧС Победителями можно стать в двух номинациях На протяжении всего декабря спасатели напомнят всем горожанам непосредственно об опасностях зимнего периода Это гололед, обморожение, что делать в случае разбитого градусника Также напомнят об использовании пиротехнических изделий Во время завершающего этапа акции спасатели заглянут в крупные торговые центры, рынки, развлекательные центры и на детские новогодние утренники Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! 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 Счастливо!